В скором времени Сейму придется принять решение о выдаче главы парламентской фракции КПВ ЛВ Атиса Закатистова для уголовного преследования. Антикоррупционное бюро просит прокуратуру привлечь Закатистова и предпринимателя Вестурса там уже к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере. Это дело выделено из уголовного процесса, в рамках которого за незаконное финансирование партии был задержан член правления КПВ ЛВ Артус Кайминдж. Статья, касающаяся незаконного финансирования партии, в деле не упоминается. Очевидно, следователи и прокуратура посчитали, что эти эпизоды в выделенном уголовном процессе будут быстрее расследовать, усилят доказательства и направят в прокуратуру. Это выделенное дело, в котором информация о конкретных эпизодах и возможных конкретных совершенных преступлениях уже направлена в прокуратуру. Что касается дела, из которого оно было выделено, то оно все еще находится в деле о производстве КНАП. Следствие продолжается. Антикоррупционное бюро считает, что предприятие Атиса Закатистова, ПР Капита, заключило фиктивный договор о предоставлении консультации одному из дочерних предприятий компании «Экобалтия», которая частично принадлежит Вестурсу Тамушсу. Таким образом, от дочернего предприятия мошенническим путем было получено почти 27 тысяч евро. Закатистов обвинения в свой адрес отрицают. Отчеты всем будут доступны тогда, когда дело будет направлено на уголовное преследование. Тогда мы все вместе сможем провести по документу пальцем, и я расскажу, что случилось полностью, и абсолютно отрицаю свою вину в мошенничестве. Продолжение следует.